МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На телеканале ТВ-21+, программа новости. С итогами я, Ольга Володина. А пока коротко о главных темах. Многолетний ремонт подходит к концу. Необходимо было внести дополнительные изменения в проект. Ну, сейчас уже все на финише. Побываем в историческом здании Краеведческого музея и узнаем, какие работы осталось выполнить специалистам. Их не пугают трудности, а реанимация – дело мечты. Анестезиологии нравится тем, что она очень живая дисциплина. Ты принимаешь на операционный стол живого человека, отдаешь еще более живого и здорового. Расскажем о молодых докторах, которые пополнили коллектив Мурманского областного многопрофильного центра. Энергия на годы вперед. С учетом проектного срока эксплуатации и возможного продления это горизонт до 2124 года. Когда в Мурманской области появится новая атомная станция и для чего она нужна? Узнаем последние новости у заполярных атомщиков, а заодно побываем на презентации книги Акольской АЭС. Заместитель председателя правительства провел совещание по вопросам внутреннего рынка нефтепродуктов. Александр Новак встретился с руководством нефтяных компаний, представителями Минэнерго, Федеральной антимонопольной службы и Минсельхоза. По оценкам специалистов, после введения меры регулирования топливного рынка отмечается стабилизация биржевых и розничных цен. Вместе с тем властям регионов поручено продолжить мониторинг стоимости топлива при продаже его агрария. А Федеральная антимонопольная служба должна организовать проверки в проблемных регионах на предмет снижения цен на АЗС. В Мурманской области за последние шесть месяцев цены на бензин выросли почти на 6% или больше, чем на 3 рубля по каждому виду топлива. В связи со сложившейся ситуацией заместитель прокурора области Анатолий Трейфонов провел совещание по вопросам ценообразования с представителями Мурманского УФАС и участниками топливного рынка региона. Компаниям разъяснили положение антимонопольного законодательства и законодательства о защите прав потребителей. Тем временем Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту чрезвычайного происшествия в Кольском заливе. Грузовое судно Александр Гусев село на мель в районе Карелинской губы. Сигнал бедствия поступил на пульт управления региональной поисково-спасательной базы примерно в полдевятого утра. Предположительно, сухогруз обесточился, когда снимался с якоря, в результате чего оказался прижатым к скалистому берегу. Интерфакс сообщает, что из-за сильного волнения воды существовала угроза опрокидывания судна. За моряками вылетел спасательный отряд на вертолете Ми-8. Новый траулер капитан Соколов, предназначенный для работы в суровых северных условиях, завершил ходовые испытания. Информация об этом появилась на сайте объединенной судостроительной компании. Испытания продлились 14 дней. За это время специалисты проверили маневренность судна, скорость хода и корректность работы всех систем. Конструктивной особенностью нового траулера является нос, который улучшает мореходные качества и уменьшает обледенение. На судне установлена современная рыбообрабатывающая фабрика. Она позволяет сократить время от вылова до изготовления продукции, а отходы переработки превращать в рыбную муку. Провести первый лов рыбы с дальнейшей переработкой капитан Соколов должен в начале следующего года. Судно может работать в суровых северных условиях, в том числе и в бассейнах Баренцева и Белого морей. 125 лет назад, 17 октября 1898 года, был спущен на воду первый в мире ледокол арктического класса. Имя он получил в честь русского исследователя Сибири Ермака Тимофеевича. Ермак – один из самых известных ледоколов в мире. Он участвовал в исследованиях Арктики и Антарктики. Спасал суда из ледового плена, пережил две мировые войны и внес огромный вклад в развитие российского судостроения. В 1963 году его вывели из эксплуатации. Жители Мурманска хотели, чтобы Ермак стал плавучим музеем. Однако спасти судно не удалось. Спустя два года на стене областного краеведческого музея появилось мозаичное панно, а под ним был установлен якодь легендарного ледокола. К слову, старейший музей области отмечает 97-й день рождения. Четырехлетняя реконструкция здания близится к завершению. Наша съемочная группа побывала на объекте культурного наследия и узнала, какие работы уже сделаны. Областному краеведческому музею давно требовалась реконструкция. Приступили к ней четыре года назад. Сначала перевезли экспозиции на улицу Павлова, а затем взялись за дело. Заменили все инженерные сети, отремонтировали помещения, установили два лифта. Задачи стояли масштабные – превратить здание, построенное почти век назад, в современное и комфортное пространство. Не справился подрядчик один. Потом возникли вопросы с предметами охраны, которые необходимо было внести дополнительные изменения в проект. Ну, сейчас уже все на финише. Изначально в здании располагалась средняя школа номер 6, и только в 60-е в просторные помещения въехал краеведческий музей. Тогда же фасад украсила соответствующая надпись. Сейчас в фондах хранится свыше 170 тысяч предметов, а библиотека музея насчитывает 18 тысяч книг и журналов по краеведению. Северяне с нетерпением ждут открытия исторического здания. Хотя строительно-монтажные работы уже завершены, требуется некоторое время для установки и монтажа дорогостоящего специализированного оборудования и перевозки экспозиций. Кирилл Грепеняк, Станислав Евгелевский, ТВ21+. Сотрудники Кольской ГМК стали студентами Апатитского филиала Мурманского арктического университета. Они бесплатно получат высшее образование по направлениям, востребованным в компании. На организационном собрании первокурсникам рассказали, как будет проходить обучение. Металлургия цветных металлов и автоматизация технологических процессов и производств. Такие специальности нужны в Кольской ГМК. Обучение по ним открыто по запросу Нурникеля три года назад. Компания заключила соглашение с университетом. Это соглашение и сама программа очень важна для нас, потому что традиционно сегодня компании испытывают трудности с привлечением сотрудников и особенно молодежи. В нашей ситуации мы хотим, чтобы наоборот дети никуда не уезжали, а проходили полный цикл образования здесь. Мы хотим, чтобы ребята, закончив колледж, пошли у нас поработали, потом мы их номинировали на программу Мурманский арктический университет, они получили высшее образование. Что это им дает? Это расширяет их профессиональные возможности и дает возможность карьерного роста, потому что, как правило, руководители у нас все с высшим образованием. Компания заинтересована в развитии своих сотрудников. Уже сегодня в ВУЗе их обучается более ста. В новый третий поток попали еще 30. Обучение оплачивает работодатель. Конкурс среди абитуриентов – четыре человека на место. Это работники, которые имеют опыт и рекомендации своих руководителей. После окончания учебы их кандидатуру будут рассматриваться при замещении вакансий на вышестоящие должности. Образовательные программы выстраивались совместно с польской горно-металлургической компанией и были подобраны таким образом, чтобы реализовывать индивидуальные траектории обучения студентов. Что я имею в виду? Студент вправе выбирать дисциплины, которые он хочет освоить и набрать определенный пакет или набор компетенций, которыми он может потом распоряжаться в дальнейшей профессиональной деятельности. Форма обучения «Заочное занятие» будут проходить на базе Манчегорского политехнического колледжа. За счет Кольской ГМК в нем были созданы две лаборатории и лекционная аудитория. Пространства оснащены современным оборудованием. Мы рады нашим студентам, большое количество наших выпускников, которые из стен колледжа выпустились и вернулись сюда снова, чтобы выйти на новый уровень своего профессионального образования. Среди них Илья Родионов в Манчегорском политехе отучился на сварщика и устроился обжигальщиком в рафинировочный цех Кольской ГМК. Работает уже семь лет. Уверен, что учеба в осознанном возрасте с трудовым стажем за спиной будет более результативной. Уже понимаешь, что и деньги потом это совсем другие. А в студенческом возрасте не очень осознаешь. Учишься, потому что надо, а тут потому что хочешь. А Анна Семашко – контролер отдела технического контроля контрольно-аналитического центра на площадке в Заполярном. Выше образование ей необходимо для карьерного роста. Работу я уже восьмой год пошел в АТК. К сожалению, в свое время не отучилась. Но есть среднее образование. Сейчас как бы пошел вопрос на повышение. Приходится идти учиться, потому что без образования сейчас никуда. Состав преподавателей особо – это сотрудники Кольского научного центра, специалисты-производственники и преподаватели профильных университетов за пределами нашего региона. При успешной сдаче экзаменов студенты-производственники получат дипломы о высшем образовании через 4 года и 10 месяцев. Юлия Барован, Александр Николаев, ТВ21+, Манчегорск. Вы смотрите новости на телеканале ТВ21+. Спасибо, что остаетесь с нами. Кадровый вопрос в медицине сегодня один из самых важных в стране. В нашем регионе действуют программы и меры поддержки, которые позволяют привлекать молодых специалистов, как из Заполярья, так и из других регионов России. Поэтому врачей в Мурманской области становится все больше. С молодыми анестезиологами Мурманского областного многопрофильного центра познакомилась и Нина Морозова. Молодые докторы – ценность в Мурманской области прилагают много усилий для того, чтобы молодые люди трудоустраивались в больнице региона. За год на работу в Мурманский областной многопрофильный центр пришли 14 врачей и более 20 медсестер. Павел Борисюк и Дарья Чаекина – реаниматологи. Работают всего несколько месяцев, но уже успели полюбить и коллектив больницы, и свое дело. В анестезиологии нравится тем, что она очень живая дисциплина. Ты принимаешь на операционный стол живого человека, отдаешь еще более живого и здорового. Это так, очень бодрит всегда. Реаниматология по праву считается одной из самых сложных врачебных специальностей. Трудные смены операций, борьба за жизнь пациентов. Дарью Чаекину это не пугает. А народом из Ижевска впервые в Мурманск приехала несколько лет назад. Говорит, ее покорила восхитительная природа Севера. Ей нравится сложная работа, требующая знаний и умений. Это подстановка центрального венозного катетера. Это осуществление методик анестезии региональных блокад, блокад поэферических нервов. Это все делается под контролем мультозвуковой навигации. С использованием специального оборудования, специальных игл. Все руками. В этой профессии важны решительность и настойчивость, и еще умение общаться с людьми, располагать пациентов, настраивать на нужный лад. Вот, допустим, Павел Ильич, он даже не посмотрел еще, что у меня приподнялось давление. Он просто по моему состоянию уже видит и говорит, вы очень сильно волнуетесь. Успокоил, не переживайте, все будет нормально. Понимаете, это даже много же значит. В Мурманской области молодых врачей поддерживают не только наставники. Для них предусмотрена материальная помощь при поступлении на работу, надбавка в течение первых трех лет, помощь с жильем, а также возможность совершенствоваться в профессии. К слову, ученики 276-й школы Гаджиева скоро приступят к практическим занятиям в лабораториях Мурманского арктического университета. Между двумя образовательными учреждениями заключен договор о сотрудничестве. Ребята смогут проводить лабораторные и практические занятия в МАУ, а также посещать экскурсии в больницах и профильных центрах области. Мурманский арктический университет стал образовательной площадкой для ребят 276-й школы из города Гаджиева. С начала сентября там заработал профильный медицинский класс. Два года 13 школьников будут знакомиться с одной из самых востребованных профессий в регионе. Мы провели прекраснейшую экскурсию, мы посмотрели современное оборудование кабинетов, лабораторий университета. И сегодня мы будем обсуждать вопросы дальнейшего сотрудничества. Вот такие медицинские классы, они будут, вот на примере Гаджиевской школы, думаю, что если в других школах это примет такое решение, наш арктический университет с радостью будет, так сказать, может оказать поддержку. Современное оборудование университета поможет школьникам углубленно изучать предметы. Например, в одной из аудиторий есть анатомическая 3D-модель человека. На цифровом табло можно детально рассмотреть сосуды, мышцы, органы и скелет. У нас представлены лаборатории некробиологии, лаборатории биохимии. И наша гордость – это лаборатория, ПЦР-лаборатория, где представлено современнейшее оборудование, амплификатор реал-тайм и также автоматическая станция выделения нуклеиновых кислот. Кроме занятий в аудиториях, школьников ждут экскурсии в медицинские учреждения и мастер-классы от именитых врачей. Александр Пескова, Владислав Хрущев, ТВ21+. Тем временем ряды кадетов в пятой школе Мурманска пополнились новыми юношами и девушками. В сентябре 2021 года в учреждении открылся первый специализированный подшефный класс УФСИН. Благодаря успешному взаимодействию между руководством школы и силовой структурой удалось набрать уже третий. На торжественной присяге побывала наша съемочная группа. В актовый зал, шагом, марш! Левый, левый, раз, два, три! Твердый взгляд, решительный голос. 16-летняя София Савичева знает, кем хочет стать и готова к трудностям. Чтобы связать свою жизнь со службой, девушка специально перешла в пятую школу. Здесь открылся третий профильный кадетский класс регионального УФСИН. Это, можно сказать, мое призвание. Я очень много готовилась к поступлению в кадетский класс. У меня мама и бабушка всю жизнь работают в войсковой части. Я проходила к ним на работу и пропитывалась этой атмосферой. В зале мамы, учителя, руководство УФСИН и почетные гости. 25 девушек и юношей дают клятву с достоинством нести звание кадета и быть преданным Отечеству. Вспитать себе волю и крепкий характер. Будь честным и дисциплинированным. Они не только на слова говорят о любви к родине. Они приняли решение быть полезными своей стране, своему городу, людям, которые их окружают. Первый кадетский класс в стенах пятой школы открылся два года назад. Помимо общеобразовательных предметов, ребята занимаются строевой подготовкой, изучают навыки оказания первой помощи, кинологию и не только. Мы разработали специализированную программу, которая предусматривает воспитательные мероприятия с учениками. Мероприятия направлены на патриотическое воспитание, на повышение их боевой подготовки. Результаты этих занятий налицо. За два года кадеты из пятой школы стали лучшими на играх «Зорница», «Арктический щит» и соревнованиях на кубок начальника УФСИН. В арт-пространстве Сопки презентовали книгу об истории Кольской атомной станции «Энергия наших свершений». Издание тиражом в три тысячи экземпляров разойдется по школам и библиотекам области. Кроме того, на встрече специалисты поделились подробностями о строительстве Кольской АЭС-2. «Энергия наших свершений» – книга о ключевых вехах работы Кольской АЭС. Традиция о заслуженных работниках, которые трудятся на станции несколько десятков лет. Мой лучший друг, армейский друг, работал на Кольской станции, прошел путь от дефектоскописта до начальника отдела. Мы с ним часто встречались, он с удовольствием рассказывал про этот коллектив. И даже не то что зависть, а действительно удивление, что настолько высокоорганизованное производство. За полвека атомная станция отпустила в энергосистемы Заполярья, Карелии и Ленинградской области 463 миллиарда киловатт электроэнергии. На предприятие были внедрены уникальные комплексы по переработке жидких радиоактивных отходов. С пуском первого, а затем трех последующих энергоблоков в регионе начался новый этап в развитии экономики. Многие градообразующие предприятия смогли нарастить мощности, не опасаясь энергодефицита. Это флагман нашей энергетики в Мурманской области. Самое главное, очень надежный флагман. Сколько лет, регулярность, безаварийность и тщательный подход к экологии – это прям вот все, что обозначается Кольской атомной. В 2028 году планируют начать строительство Кольской АЭС-2, а дать первый ток в 1935-м. Новая станция позволит уверенно развивать экономику и социальную сферу региона. Откроет возможности для реализации на его территории новых индустриальных проектов, в том числе благодаря дополнительным инвестициям. Если говорить о сроках эксплуатации Кольской АЭС-2, с учетом проектного срока эксплуатации и возможного продления, это горизонт до 2124 года. Кольскую АЭС-2 построят в нескольких километрах от действующей станции. Александра Пескова, Максим Чинкин, ТВ21+. Зима близко, а значит настала пора обновлять гардероб. Многие в преддверии холодов задаются вопросом, где найти подходящую верхнюю одежду. Как отыскать теплые куртки разных фасонов и размеров. И кто поможет не ошибиться с выбором. Расскажем далее. Для северных модников и модниц в Мурманске и Оленигорске работает норвежская выставка. Ассортимент широкий. Здесь можно найти все от приталенных дубленок до стильных парок оверсайз. Как укороченных, так и удлиненных. Помимо этого есть пуховики, пальто, куртки. Наполнители биопух, верблюжья шерсть, пух-перо. Сейчас на весну-осень у нас максимальная скидка это 70%. На зиму у нас скидка от 50% до 60%. То есть аляски, пуховики, дубленки в 2-3 раза ниже цены, чем были представлены в магазинах. Размерный ряд от 40-го до 76-го. Ни один клиент на норвежской выставке без внимания не остается. Каждому подбирают модели, сходя из возраста и пожеланий. Интересные модели. Такие. Вот на мне тоже очень хорошие. Так девушка мне посоветовала, понравилось. Выставка будет работать с 17 по 22 октября в торговом центре «Форум» на Кольском проспекте 134 с 10 утра до 8 вечера. В Оленигорске, в бывшем помещении магазина «Гламур» на Ленинградском проспекте 4 со среды по воскресенье. Еще больше интересных и актуальных новостей вы найдете на сайте www.tv21.ru и на нашем ютуб-канале. Телефон редакции 400-870. Присылайте ваши новости в наши мессенджеры и подписывайтесь на наш телеграм-канал. Далее вас ждет прогноз погоды. По данным Мурманского гидрометцентра, завтра в Кандалакше 0, плюс 2. Возможен дождь. В Умбе также возможны осадки. Плюс 1, плюс 3. В полярных зорях облачно, дождь. Плюс 1, плюс 3. В Апатитах мокрый снег. До плюс 2. В Кировске также возможны осадки. 0, плюс 2. В Кавдоре переменная облачность, дождь. В Манчегорске 0, плюс 2. Осадки. В Лавозере столбик термометра опустится до 0 градусов. Возможно осадки. В Оленигорске возможен мокрый снег. До плюс 2. В Никеле 0, плюс 2. В Заполярном около 1 градуса выше нуля. Осадки. В Североморске до плюс 2. Снег дождем. В Столице Заполярья также возможны осадки. 0, плюс 2. А это были все новости к этому часу. В студии была Ольга Володина. Всего вам доброго и до встречи в эфире. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин